Последняя неделя для нас была очень сложной, как для школы, так и для родителей, потому что это новый вид деятельности для нас, дистанционное обучение. В первые 2-3 дня сайты повисли, и нам пришлось тем очень непросто. До того, как мы ввели в школе дистанционное обучение, целую неделю мы обучались сами, со своим коллективом, мы проводили семинары, мы делали пробы, мы заходили на различные электронные площадки, мы учились, отметали тот ресурс, который нам не подходит. И в итоге мы остановились на двух площадках, которые сейчас применяем у себя в школе. Это РЭШ, Российская электронная школа, и электронный журнал, которым пользуется вся Россия. Надо сказать, что обе эти платформы, они достаточно простые оказались для нас. Особенно приемлемая форма – это электронный журнал. Мы работаем в ней уже довольно давно, просто сейчас еще и уроки дистанционные проводим. В электронном журнале можно любой провести, прикрепить онлайн-урок, и чтобы дети смотрели его вместе с учителем и отправляли домашние задания, которые мы можем оценить, и тут же выстоять в электронный журнал отметки детям. Также РЭШ, она, в общем-то, достаточно удобная площадка. Есть и такие у нас семьи, где у детей нет телефонов сенсорных, где нет планшетов и нет компьютеров, только телефоны, кнопочные родители. Поэтому мы также в индивидуальном режиме работаем с данными родителями, даем им домашние задания по телефону, выдаем, и потому что любое наше обучение, оно усновывается на учебнике. Также дети, не имея дома электронных ресурсов, могут прочитать учебник и выполнить домашние задания по учебнику, написать домашнюю работу в тетрадях, а после того, как у нас закончатся эти дни самоизоляции, ребята сдадут тетрадки, мы их оценим и выставим им по итогам оценки, то есть проведем аттестацию по тетрадям. Поэтому я считаю, что дистанционное обучение, оно преодолимо, мы сможем это сделать, все у нас получится. Есть родители, которые очень сильно беспокоятся, что ребенок не справится, что темы будут не усвоены, что учебный план будет не выполнен. Уверяю вас, уважаемые родители, что если мы с вами будем ежедневно заниматься с родителями, дистанционно, то каждая тема ребенка будет пройдена, а на следующий год мы обязательно эту тему усилим, школы повторим, и ни одна тема не останется у нас непройденной. Конечно, беспокоиться нужно 9-11 классам, потому что впереди у них экзамены. Поэтому я обращаюсь к вам, уважаемые ребята, в интернет-ресурсах достаточной демо-версии, где вы можете пройти подготовку к ЕГЭ и ОГЭ. Просто используйте их, садитесь, готовьтесь дома, потому что экзамены, они никуда не денутся, и вам нужно будет обязательно их сдать. И с помощью вот этого дистанционного обучения, я думаю, что эту проблему мы решим. Здравствуйте! Продолжение следует...